Господа, самое неожиданное в мире вступление. Все дело в том, что сегодняшнее ящерство начинается с вот такой картины. Как вы понимаете, селфи-палка уже не та. Она тоже продалась, купила себе GoPro и стала вот такой пафосной. То есть, в принципе, если вы хотите видеть это, как обычно это вижу я, то вот так. Там у нас GoPro. Сейчас я вам даже все покажу, что у нас тут происходит. У нас сюда приколхожен скотчем суперподвес. Оп, сейчас он даже включится. Но, все, включился. Мы что-то неправильно сделали, у нас хозяин подвеса потом за это ахнет. Надо сначала включить GoPro. И главное, что у нас еще появилось и GoPro, как вы можете видеть. Теперь снова включаем подвес. Опачки. И нажимаем на нем запись. Синхронимся по звуку. И теперь у нас есть две картинки. Просто в прошлый раз, когда я снимал с той селфи-палки, с оригинальной на камере каркам, была проблема по качеству, конечно, большая и так далее. Но, собственно, в кадре наконец-то появляюсь я. Не знаю, есть ли фокус или нет. Поэтому убираем фотик сюда в рюкзачок. Оставляем его писать звук. Это все у нас будет на его совести. А мы с вами идем снова к озеру. Дело в том, что однажды я вам говорил, а по-моему, это было даже не однажды, что в тот самый день, когда у меня будет хорошее настроение, вы, господа, узнаете об этом первые. Ну что ж, мы дожили. Сегодня у меня прекрасное настроение. И я спешу с вами этим поделиться. Во-первых, лето. Это всегда очень важно, потому что летом всегда почему-то происходит все хорошее. Мы все давно это знаем и верим в это. И даже если происходит все плохое, то, безусловно, мы верим, что это все равно хорошее. Во-вторых, у меня сегодня, ну не то чтобы выходной, но очень свободный день. И дело в том, что этот выходной, назовем его так, да, в общем понимании, как бы, человечества, он у меня первые, наверное, дней за 20. И не могу сказать, что это прямо совсем выходной день. Я вот сегодня буду прям ничего не делать, там, втыкать ТВ и так далее. Все равно вечером будем снимать, у нас куча дел, но, скажем так, сегодня посвободнее в голове. Это очень редкое чувство для меня в последнее время, потому что старт проекта, а до этого шли согласования проекта, в общем, было просто адовое количество суеты. И мы сейчас вышли на новый график. Как вы поняли, у нас видео тест-драйв по вторникам, проект по четвергам. И я, наконец-то, купил билеты во Владивосток. Это значит, что пути назад нет. И... Ребята, 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 ребята. Привет, дружище! Ха-ха-ха-ха! Вот за что я люблю... За что я люблю жить за городом. Ха-ха-ха! На самом деле. Смотрите, какой прикол. Ай, друг, ну покажись, мы добрые. Ты в каких-то иголках весь, не в иголках, а в нитках. Нацепил на себя все это. Ах! Смотрите, какой классный. Ха-ха-ха! Вчера по дороге вот такой же персонаж перебегал в трассу. И, блин, чуть-чуть его не сбил. Но удалось обрулить, объехал, даже остановился потом. Удостоверился в том, что с ним все в порядке. Хи-хи, чувак! Ты прикольный! Ты прикольный! Все, не будем мучить ежа. Ха-ха-ха! Продолжим наш блог. Смотрите, сейчас, наверное, удерет от нас. Ёж! Ты жив? Ну, слушайте, я думаю, если на обратном пути мы его не увидим, значит, он жив. В общем, скоро в Владивосток. И по Владивостоке я, наверное, в той поездке-то по большей части отдохну. Как вы поняли, даже летом сейчас я перебрался жить. Ну, не жить, а хотя бы пытаюсь проводить половину всего времени за городом на дружественной даче. Больше стал ездить по трассе. Но в целом настроение хорошее, потому что вот этот очень вымученный проект сейчас, который мы стартовали с Понтореской, он, вы не представляете, сколько было труда вложено и сколько в него вкладывается труда. Как мы все это по 4 дня снимаем, эти 10-13 минут, которые выходят сейчас. Это просто ад. Но то, что мы видим по количеству лайков и просмотров, безусловно, говорит о том, что, видимо, это правильный путь. Видимо, тот огромный риск, который мы на себя взяли, уговорив спонсоров на эти вложения и самим вкладываясь постоянно в этот проект. Потому что он, на самом деле, на сегодняшний день минусовой. Абсолютно минусовой. Эта машина выжирает только на 4000 бензина в неделю. На ней, конечно, можно не ездить, но, блин, мы ее снимаем. И на ней постоянно идут какие-то процессы, которые мы и снимаем. Она же не стоит без дела. Мы там то туда заливаем, то здесь подкрутим, то смотрим, что с ней происходит. Это все не в хронологии, то есть это будут следующие выпуски, но это все нужно. И чтобы у нас не было таких выпусков, типа мы сейчас заливаем жижу и потом с ней два месяца ездим, и следующее видео через два месяца, как вот с Фронтерой и Лучком было. Поэтому делаем все и сразу, выкладывать будем потом поочередно, но уже сразу готовые ролики типа залили. Тут же в этом ролике, там, спустя месяц смотрим, что получилось и так далее. Поэтому все это делается, невероятное количество затрат. Но спасибо вам огромное, что вы все это смотрите, оцениваете. И количество подписчиков, которое сейчас идет на канал, оно там под полторы-две тысячи в сутки прет. Вы представляете? Это просто сумасшедшая вещь. Ещё тому, конечно, помогает и коллаборация с другими каналами, то, что мы писали эти видео, «Удивительное время», и «Очкарик дерзит Давидыч». Это вот сняли несколько вирусных роликов подряд. Я до этого, помнится, не знаю, вам я рассказывал об этом или нет, но я рассказывал об этом много другим блогерам, что у нас была огромная проблема для нашего канала. У нас ни разу не было ни одного вирусного ролика. То есть все каналы рано или поздно, ну, как-то снимают видосы, которые берут там в два-три раза большее количество просмотров, чем у них подписонов. У нас такого не было никогда. И тут бах, что-то, то ли я жилу эту почувствовал, то ли что, в общем, ну, как-то вот стало получаться. И пошли у нас эти вот вирусные ролики. Они, естественно, стали распространяться очень активно и привлекать аудиторию. И если говорить про проект «Понтореска» и в плане про составляющие моего хорошего настроения, то есть это денежная составляющая, потому что мы, наконец-то, начали зарабатывать на Ютубе. Мы стали зарабатывать за последние три месяца, мы стабильно получаем по 100 тысяч рублей в месяц за наш канал. К сожалению, мы эти деньги совершенно не можем себе оставить, потому что у нас нет ноутбука, у нас нет нормальной камеры, у нас нет объективов, у нас не было GoPro, у нас не было ничего. Компьютер надо менять, телефон даже менять надо. Вы же все жалуетесь, что у меня в Инстаграме очень убогие по качеству фотки. То есть, понимаете, это все надо купить, это стоит все чудовищных средств, каких-то просто немеренных. На это все нужны бабки. Поэтому даже то, что мы по 100 тысяч сейчас получаем в месяц с Ютуба, блин, оно все уходит абсолютно обратно в проекты, в видосы, в оборудование. Вообще ничего не сделать с этим. Но это не главное. Главное, что начало получаться. Вот это ощущение, понимаете, которое ни с чем не перепутаешь. Когда ты чувствуешь, что у тебя что-то получается, если ты к этому шел, блин, практически два года, и вот, наконец-то, вот это, знаете, отдача, то ощущение, конечно, абсолютно сумасшедшее. Это даже не назвать каким-то вот такой, знаете, я сейчас тут не буду перед вами прыгать, там, да, биться в истерике и говорить, как все классно, ребята, там, мы налюбили систему. Нет, но вот это, не знаю, то ли самодостаточность, то ли успешность. В общем, ощущение в голове крайне положительное. И, понятное дело, что куча проблем, что все равно плохо тут, плохо там, здесь надо подтягивать, тут надо делать, но... Так, надо уйти с ветра, иначе... Давайте буду от вам по-ящерски, вот так вот, называется, ушел с ветра. Сейчас мы еще поправим камеру. Ну-ка, вот так будем, да, говорить? О, все, чтобы сильно солнце нас не палило. Но то ощущение, что какие-то риски, которые ты взял на себя, убедил в них других людей, они оказались не зря. И теперь ты делаешь то, что доставляет удовольствие и тебе, и зрителям. И действительно, сейчас лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Мы действительно начинаем заниматься тем, что нам нравится, и то, к чему, возможно, мы шли. Главная проблема, и что во всем этом больше всего меня беспокоит, что при той степени вложений и сил на сегодняшний день, которые мы делаем для канала, для видео, абсолютно нет жизни. Ни личной, ни общественной, вообще просто нету жизни вообще никакой, ни в каком ее понимании. Все дело в том, что мы 2-4 часа работаем, мы каждый день снимаем, мы по ночам монтируем, днем снимаем. Если мы не снимаем, мы снимаем для второго канала, плюс попутно нужно вести Drive 2, нужно делать Инстаграм. Параллельно с этим нужно самому что-то ковырять в автомобиле и успевать когда-то при этом еще делать свои обычные бытовые дела. Это, конечно, проблема. Когда меня люди недавно тут спрашивали, а чего ты, собственно, хотел? Я честно им ответил, что я действительно хотел ничего не делать и получать за эту гору бабок. Но не получилось. Я причем даже не знаю, в каком именно месте этот план дал трещину, но вот так получилось. Нам по-хорошему быть трех человек в штат, каждому из них бы дать оклад по 100, и чтобы эти люди всем занимались. Но где нам взять, когда мы в принципе поднимаем 100 с Ютуба, где нам взять эти 300 и себе хотя бы что-то оставлять? Тогда, конечно, мы превратились бы в машину, которая просто поглощает аудиторию, миллиардами генерирует просмотры и прочее, но пока этого не происходит. На самом деле, это короткое видео, это первая часть. Еще сейчас все обо всем расскажу, откуда оборудование, откуда все, сколько все стоит. И выложу это чуть позже, чтобы не превращать этот ролик просто в 20-минутное безумие. Сейчас знаете, что я буду делать? Мы будем спускать на воду эту яхту, и я наконец-то покатаюсь по волнам. Не это ли круто, господа? Огромное вам спасибо, что смотрели. Спасибо, что делаете так, чтобы все это было возможным. Чтобы мое вот это настроение было возможным и меня таращило дальше на видосы. Удачи вам и пока!